Наша съемочная группа немного опоздала. Нечто уже успело показаться. Сначала одного, потом двоих. Вот фотографии покажи в телефоне. То есть сегодня? Да, сегодня уже было. В Карабаше уже четвертый день и старый млад обсуждают произошедшее. У подножья холма, на котором расположена вышка, молодые ребята увидели белое прозрачное существо. Мансур Хасиянов в числе первых свидетелей. Когда машина у парнишки сломалась, он попросил подъехать ко мне. Я подъезжаю, вот, и он, мы считаем, толкаем машину, не заводится никак. Потом он говорит, типа, поверни голову налево. Ну, заорал, говорит, что за фигня, поверни голову налево, поворачиваю белые тени рядом, метров два от нас. Страшно было? Ну, конечно, было страшно. Мы сразу по машинам. У одного парнишки машина вообще не заводилась, когда он близко подходил к нему. После этого нечто появлялось каждый день, точнее, каждый вечер. И теперь в 21 час здесь собираются люди, которые хотят собственными глазами увидеть необычайное. Очевидцев становится все больше и больше. Теперь уже никто из них не думает, что это чья-то шутка. И уж точно не лазерные лучи, как предполагали ранее. Быстро передвигается очень. То есть, нереально поймать. То есть, у нас, вон, ребята, кто-то побежал с фонариками, хотели поймать, не поймали. Наша съемочная группа так и не смогла увидеть привидения. Есть только любительские съемки. Появление фантомов возле холма местные связывают с тем, что именно здесь, когда-то, от несчастной любви погибла девушка. И теперь ее душа не дает покоя жителям.